всем привет сегодня у нас выездное мероприятие на тамбов авто официальный дилер автомобиля хендай мы едем на двухлитровой крэте 150 лошадиных сил данная модель стоит миллион четыреста цены на автомобиль крэта начинается от 900 тысяч рублей данная модель полноприводная задний привод подключается передней постоянно катаемся немножко по городу у нас 5 автомобилей первым едет соната второе солярис с двигателем 1 6 120 лошадиная сила коробка автомат эти цены на томате сзади нас 4 автомобилем дай тусан за нами санта п что могу сказать по автомобилю прикольный мягкий автомобильчик такой на солярис еще поесть мне кажется крэта лучше конечно солярис подвески энергоемкости по прохождению стыков каких-то выбоем на асфальте в принципе он сижу очень хорошие стойки не мешают хороший автомобильчик такой никак не мог подключить вай-фай то есть я тут блютуз на телефоне с магнитолой надо сделать настоящую тормозь но время не было потом как нибудь попробуем маршрут у нас с небольшими остановками значит в стальцах здесь мы разворачиваемся едем на железнодорожный вокзал проезжаем там через кольцо потом едем на гипермаркет линия там немножко постоим пофотографируемся потом поедем на Ашан после Ашана карусель вот такое у нас выездное мероприятие а, а, карусель обратно выставил настройки климат-контроля на 19 градусов ну прям очень холодный воздух охладил прямо сейчас вот поставил на 22 с половиной комфорта удобный, кстати, подстаканник впрочем, как и подлокотник единственное, что разве немножко неудобно вот руку держать на карте дверной она высоковато чуть вот пониже было нормально ну а так вот левую руку положим на подлокотник дверей правую на подлокотник центральный и руки лежат ровно ни ниже, ни выше вот допустим здесь у нас двуххетровый двигатель и коробка автомат переключения практически незаметные мягкие Акустический комфорт, опять же В отличие от Солярица Здесь, вероятно, все-таки Есть неплохая шумоизоляция Ну что ж, давайте прощаться Неплохой звук Я думаю, дорабатывать не нужно будет Кожный руль Пластик накройте Не такой, как на Санате, конечно На Санате гораздо мягче Но не сказать, что он такой был сильно твердый Дубовенький, но не настолько, как я бы сказал, наверное, на Солярис Но опять надо сравнивать на Солярис Я давно уже не ездил, не щупил его Пластик, так сказать Вот такой автомобильчик у нас На Тесте Экшн-камеру я повесил на стекло На водительское На крепление Стадикам брать не стал Чтобы с ним не таскаться Движемся, мы кортежем в колонне Даже не чувствуешь, как переключается Коробка автомат Четко работает И двигатель, конечно, бодренький Тащит машину до дороги Перед выездом Отъехал, отъезжал магазин Прикупил попить Ну и разгоняется очень бодро На трассе до 160 выкрутил в легкую Не знаю, какой у нее По времени Разгоняется до 100 раз Но я так предполагаю Не более 10-11 секунд По моим ощущениям Может быть еще потом замерим Подписывайтесь на канал Ставьте лайки У нас впереди еще много чего интересного Но опять же Тест у нас с Соляриса Должен быть в ближайшем будущем Это где-то в первых числах августа Планируется поездка в Москву Посещение некоторых мест Достопримечательностей, так сказать Ориентировочный маршрут у нас будет до Москвы На парковку Не помню сейчас улицу До станции метро Ореховая От Ореховой мы едем На Красную площадь На охотный ряд Там походим Посмотрим Попотографируем Поснимаем видео Потом конечно же Обязательно нужно посетить Воробьевы горы С Воробьевых гор Не знаю, посмотрим Может быть пешком пройдем Там что-то порядка 6 километров До Башни Федерации Там поднимемся на смотровую площадку Думаю, будем всем интересно Ну, по крайней мере, я на это надеюсь Ну, как в каком-то кругу людей Наверняка будет интересно Хорошо, мне очень понравился Хорошо, мне вот так Расслабляться, ездить Когда нужно и динамику он тебе показывает Тапочкой Он придавил и красота Идет быстро Акустически тихо Двигатель начинает слышаться где-то уже после 3000 оборотов Ну, а так вот сейчас стоим На холостом ходу Где-то порядка Наверное 700 оборотов Показывает включен климат-контроль Двигателя практически не слышно Слышно вот только воздух дует Давайте еще раз музыку послушаем Не будем долго Это у нас авторские права Ну, по музыке, конечно, если громко включать Все-таки как-то не очень забивается Хреботы нет Но как-то Четкостей пропадают Высокие частоты Как-то Посоветую Ну, надо опять же в настройках посмотреть Полазить Я думаю, наверняка можно будет выставить Более-менее приемлемо Что-то слушать музыку Может быть, конечно, не так Комфортно будет И изысканным каким-нибудь меломаном Ну, так вот В принципе Для меня Не притязательно Меломана, так сказать В принципе, нормально Хотя Я говорю еще раз Нужно покопаться в настройках Наверняка что-нибудь можно сделать Под себя подстроить Что в Гранте У меня звук более Опять Тот, который мне нравится Высокие частоты преобладает И басы есть Так-то Настроить Так Опять же, магнитолы С хорошей С хорошим наглоном настройки Семь полос Настройка Так Мы Сейчас Подъезжаем Это Значит У нас Еленская К Железнодорожному мосту Будем проезжать Под мостом Железнодорожным Вот У нас Железнодорожный мост Справа ветка Отрабатывается Очень комфортно Мы едем По кольцу Сейчас будем Поворачивать Направо Через Железнодорожный вокзал Здесь нам Пешеходный переход Обязательно Пропускаем Нам Колонну Желательно Не разрывать Вот он Наш Железнодорожный вокзал Да Отключало здание Давно Здесь уже Не был Честно сказать Очень давно Не проезжал Надо как-нибудь Прийти поснимать Сюда тоже Короче Историческое здание Давно уже Наверное Не ремонтировалось Итак Мы выезжаем На улицу Интернациональное И едем По интернациональной До Советской И поедем В сторону Динамо Стадион Там у нас Небольшая стояночка Где-то Предполагаю Наверное Должна быть Не уверен Будет ли она У нас Или все-таки Остановки Бунт возле Гипермаркетов Ну я надеюсь Мы там тоже Остановимся Немножечко Тотографируемся Опять же Ну-ка Смотрим Ну Когда остановить Я наверное Снимать не буду Буду Выключать Камеру Ну а так Весь маршрут Мы с вами Проедем Хочется пить Это у нас тут Пешеходы Правильно Рыхают Слышали как Бутылка встает Под стаканом Там четко Фиксируется Причем там нет никаких Ключочков Которые должны Были бы Удерживать Бутылку Просто Размер Полстаканника Прям как раз Под бутылку Далее Далее Мосты Так Далее Далее Литр Улица Интернациональная, здесь у нас пересекается с улицей Красная Т-образный перекресток, так сказать, с заездом во двор Компьютер показывает у нас 12 литров, но он был 12 с небольшим, уже не помню, когда я взял машину, уже 12,5 было Управление бортовым компьютером на руле, круиз-контроль опять же есть здесь Система помощи при спуске вниз Обогрев полевого колеса, подогрев передних сидений трехлевых зонных Все-таки перестраивающиеся люди Разделяют Баба за рулем, ужас, ужас, вот пятерка сейчас стояла с правой стороны, видели как? Это кошмар Нет просто слов Да, кстати, при включении коробки автомат в режим задний ход или драйв автоматически закрываются двери Очень интересная функция И как только ставишь рычаг КПП в положении паркинг, двери разблокируются У нас бесключевой доступ Вот такие ключи в комплекте Здесь еще установлена центральная сигнализация StarLine Я так понимаю, здесь на тест-драйве у нас полный люкс С полной паршем Разве что, нет почему-то здесь люка Вообще, я не знаю, на каких комплектациях он есть или нет Ну вот на Sonata он есть Напоминаю, Sonata мы тоже брали уже давно На канале есть видеоролик Тогда еще, правда, у нас не было стадикана Так мы подъезжаем к улице Советская Перекресток Т-образный с улицы Советской Направо мы едем в сторону стадиона Динамо Ну а налево, если ехать, это в сторону Комсомольской площади Ну и туда, дальше на север Впереди, наверное, видно все-таки Это колокольня Давно уже построили Но была посадка грунта И после постройки она 3 года отстаивалась Тем не менее, небольшой наклон у этой башни есть Незначительный После трех лет никаких дефектов не обнаружено Было, значит, в монолитном строении фундаменте Вот она уже давно эксплуатируется Изменят колокола Так, время показывает на часах колокольни 5 минут четвертого кажется Нет, 15 минут второго Да, час 15 минут второго У нас тут тоже часы есть На приборной панели Не сказать, что будет жарко Все равно как-то немножко жалковато Переставок я примут на 21 Сразу увеличился поток воздуха Заметили, как повысились обороты вентилятора Улица Советская Перекресток с Максимом Горького С левой стороны у нас будет набережная Но проезд по набережной закрыт Всем транспортным средствам Участками Как-то он перекрывается Слева у нас бывший кинотеатр «Звезда» Если его будет видно, наверное, где Кафе «Дебют» Где очень вкусные чебуреки делаются И большие, кстати Ну, цена у них 70 рублей Большого размера чебуреки Мы в Анапе брали чебуреки Когда отдыхали Тоже цена 70 рублей Но там они меньше Ну вот Кажется, я забыл Название этой улицы Нет, это Советская А вот следующая, по-моему, Кронштадтская Смеи не изменять память Да, точно Перекресток с улицей Кронштадтской Следующий перекресток будет с улицей Ленинградская С правой стороны у нас был бывший кинотеатр Дон Культуры Авангард Теперь там магазин Поскрипывает крепление Экшн-камера Ну, на самом деле Покрепление покупалось уже давно Под телефон С навигатором Чтобы удобно Крепить на лобах стекля Ну, в принципе Функцию свою выполняет Хотя сейчас уже Ей давно не пользуюсь Следующая улица Сергея Ценского Перекресток у нас с улицей Советской Напоминаю, мы едем на улице Советской На Калини Хотел перестроиться между нами Но видно, понял, что мы идем в колонне И не обогнал нашего лидера Перестроилась перед ним И хорошо сообразил Небольшая реклама Автосалон Автомобили Тест-драйв Тест-драйва Шлигеры притормаживают Четкие инструкции были Чтобы на светофорах В случае чего Останавливаться заранее Чтобы не разрывать колонны Маркетинг прикладный В ближайшем обозримом будущем Буквально может быть Через 2-3 дня Выйдет еще одно видео По поводу Автосалонов Как продают Там автомобили И можно ли договориться На скидке При приобретении новых автомобилей Гибкость Автомобильных дилеров По отношению К потенциальному покупателю Так это Курамайская площадь Прорезаем Сквер Не помню Уже так называется И улицу Астраханская Вспомнил Перекресток с улиц Астраханская Вот за разу Это улица Тельмана Поехали Сейчас у нас улица Гоголя Да, жалко У нас маршрут не построен По набережной Хоть она там частично И с ограничением движения Но Небольшие участки Можно было бы там проехать Все-таки красивые виды Я думаю мы Сделаем небольшую покатушку На Гранте На нашей Как-нибудь Покатаемся по городу Когда-нибудь Поговорим О достопримечательностях Посмотрим на набережную Нет, все-таки решили мы здесь ехать без остановок Залко Ну, в принципе Тут конечная остановка автобусов Тролевусов Как мы видели Много Общественного транспорта Там стоит В принципе Ставая стоять Там Не было смысла Значит мы Дальше едем В гипермаркет Толь линия Там у нас будет Небольшая остановка Вали И в линии Сейчас едем В карусели По улице Брюл-Антезиаст Что могу сказать в целом По автомобилю Расход уже вот поднялся До 12,9 Ну По пробочкам тут Как-то Можно понять Переключался В ручной режим Ездим в ручном режиме Не понравилось Приходится Часто переключаться Потому что обороты Я так понимаю У нее Все-таки Она высоких оборотов Как-то и не любит Снизу Тяг очень хорошая Укрита Очень удобно Нашел Себе позицию То есть за рулем Широкий Набор настроек То есть И по высоте Регулируется кресло Жаль Вот под ноги Валик Никакой Не это Не предусмотрен Под коленка Немножко Все-таки Нога как бы На трассе Я думаю Все-таки Будем тустовать Хотя может быть Не на всю Катушку я поднял Сиденье Может быть Еще выше поднять Не знаю Отодвинуться Подальше Ну Не знаю Для себя В принципе Нашел я Комфортную позицию Ролище На себя Все-таки Наверное Стоит Как сижу Мне так Более удобно Ну Вот Как бы Все-таки Немножко Не хватает Поддержки Вот Под коленом Чуть повыше Части Желательно Попробуем По приезду Значит Обратно Все-таки Замерить Развон Двухлитровый 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 В ручном Режим Мне не понравилось Потому что Приходится Переключаться У нее Обороты С тысячи Полутора В районе Двух С половиной На трех тысячах Чуть-чуть слышно Конечно Двигатель Ну Не особо Сильно Счемоизоляция Двигательного Отсека Плохая Пофотографируем Потом посмотрим Еще Все-таки Нога Немного Будет Уставать На прайсе А так В целом Сидеть Очень удобно То есть Обрегулировал По высоте Немножко Выдвинул На себя Рубль Приподнял Вот так Комфорт Очень легкий Руль Крутится Легко И непринужденно Прямо Вращается Вот Надо сказать Одним Одной Рукой Мы выезжаем На улицу Мичуринска Двигаемся До пересечения С улицы Чечерина На вторую серию Стоим Пофотографируемся Ну Ничего Это Делать Для Для Привлечения Привлечения Покупателей Люди Оборачиваются Смотрят Ну Не так Часто Конечно Но В виде Колонны Все-таки Нас Замечают В том Вахросполюбители Значит Автомобилисты Ну В целом Относят С пониманием Пропускают Колонну Ручной режим Разве что Будет Полезен Не знаю Интереснее Где-то На парковках Там вот Где нужно Быстро Дернуться С места Куда-нибудь Нырнуть В какой-нибудь Проволочек Или в пробках Например Ручной режим Плохой В этом Отношении То есть Позволяет Динамично Больно Троутся А на В автоматическом Режиме Как бы При нажатии Если нужно Редко Ускориться При нажатии На педаль Ваза Происходит Небольшая Заминочка Такая Пауза Только Потом Автомобиль Начинает Ускоряться Переключение В ручной Режим Позволяет Это Максимально Сократить Время Вот Этой Паузы Более Реже Трогается Автомобиль Ну Все Из-за Оборотов То есть Оборот Получается В ручном Режим Переключения Сократить В ручной Сократить Очень понравилось В целом Паркорье Лояльный К неровностям Асфальта Я бы так Сказал Ямки Всякие Изведенные Особо Незаметные Вот Нажали Небольшая Сократить Задерж Кольцо Магистральное Мичуринское Сейчас Переключились В ручной Режим Динамично Дровоз Включил Вторую Передачу Крепление У нас Гремит Немножко Все-таки Ну В целом Подвеска Неплохая Так Получаем Третью Передачу Обороты Где-то Две с половиной Три тысячи Позволяет Резвее Скоряться При необходимости Нежели В автоматическом Режиме Это понятно Потому что Автоматическом Режиме Сейчас Переключись На автомат Переключились Передачи Наверняка Сразу Поднимается Варень Четвертая Пятая Передача И Естественно При Когда нужно Резко Ускориться При нажатии Акселератора Происходит Пауза Из-за того Что Коробки Нужно Понизить Передач Как Метинг Возможно Из-за Этого Пауза Происходит В ручном Режиме Переключения Это позволяет Избежать Так Мы подъезжаем По карусели Что-то мы В карусели Не поехали Ну ладно Посмотрим Куда Дальше Это уже Улица Чечерина Мы двигались От Мичуринской Двигаемся В сторону Рылеева Наш маркетолог Куда-то Вышло В общем Удобный Автомобиль Комфортный Мне Изумительно Понравился Удастно Понравился Просто Такой Вообще Классный Автомобиль Я не знаю Если бы У него Не было Недостаток По поводу Ржавчина Иногда Происходящий На Спойлере И на Задней На пятой Двери Был бы В принципе Изумительно И прекрасно Так Автомобиль Вообще Шикарный Что-то Нас Загоняют Туда-сюда Вернули на улицу Рылеево Следующий у нас перекресток будет с улицы магистральная Рылеево Будем продолжать Туда-дальше Движение Дорога Ну вот Куда мы едем Они все-то По-непонятно Или мы уже возвращаемся Переходя К выбору Автомобиля Ну как бы Допустим Вот Тусан Или Крэто Практически Одинаковая Ценовая Категория Ну Не знаю Я бы сказал Что все-таки Я бы выбрал Крэто Двухлитровый двигатель Не знаю Торт Двухлитровый Ставит Но Не суть Дело в том Что Крэто Мне показался Более Динамичным Что-ли Хотя На Тусане Мы ездили зимой Понять Особо Возможности Не представлялось Ну В принципе Автомобиль По подвеске Тусан Немножко Помягче Мне кажется Здесь все-таки Ямки Обрабатывают Отрабатывают Все-таки Стыки Немножко Подроват Слышали Как раз В целом Вот Движек Передвижения По трассе Скажем Мелкие Неровности Практически Незаметно По кузову То есть Едешь Комфортно Больяжно Выдвигаешься Вот Крупные Ямки Все-таки Вносят В коррективы И Бьют По подвеске По кузову Вот Такие У нас В Тамбове Блять Водятлы Простите За мат Незаметно Незаметно По другому И не скажешь Вот Вспоминается Опять же Анапа С его Размеренным Таким Вяло Текущим Движением Вежливые Водители Всегда Практически Пропускают Пешеходов Нужно тебе Перестроиться В большинстве Случаев Один Не пропустил Второй Обязательно Пропустит Нет Такой Наглости В Анапе Нет Может быть Конечно Сказывается Коротенькие Улочки Там Узкие Здесь Более Наглость Водители Ведут Некорректно По отношению К другим Нельзя Себя Так Вести Общество Так Мы Едем Я так предполагаю Мы едем В карусели Маркетолог Возможно Вышло Чтобы Посмотреть Место На парковке Может Все-таки Нужно Еще там Сфотографироваться Выстроим Автомобили В ряд Магнитолк Не плохая Звук Мне понравился Если не выкручивать Громкость На всю Катушку На большую Комфортно Слушать Где-то Вот Одна треть Всей громкости В таком Играла Роля Я Хотел Любви Вот До половины Громкости Выкручена И каждый День Песня Одна Была Такая Классная Я Выкрутил Практически На всю Громкость Но Слушать Было Невозможно Хрипов Нет Но Качество Падает При Большой Громкости Возможно Динамики Штатные Не Справляются Ну Или Усилитель Магнитол Не Справляются Не Знаем Вот Наш Моркетолк Нас Снимает Зовут Ее Алена Выключить Пока Что Ли Или Оставить Маркетолк Наш Уже Бежит Значит Сейчас Поверим Две Розетки 12-ти Вольтовых Климат Контроль Ну Полный Электропакет Регулировка Зеркал Все Четыре Электростеклоподъемника Достойный автомобиль Конечно Переходя Опять же К выбору Выбирая Между Скажем Тусаном И Кретой Не знаю Опять же У кого Какой Пошелет Но Так как Ценовая Категория Их Практически Одинаковая Я бы Все-таки Предпочел Крету Хотя Может быть По комфорту Тусан Немножко Получено Там Опять же Полный Привод Постоянный И Подключается Там Диагональная Блокировка Так Мы приехали В Карусели Мы здесь Немножко Попотографируемся Так Предполагаем Не будем Мы Наверное Сразу Езжать Ищем Где Запарковаться Да Все Правильно Ищем Где Запарковаться Все-таки Пять Автомобилей Желательно Их Поставить Вряд Хорошая Поездка Приятная Приятно Провести Время В комфортном Автомобиле Так От Карусели Возвращаемся Домбо На Киквидзе 85 Б Желающий Пройти Тест Драйв Можете Приехать Туда На Ваш Выбор Масса Хороших Автомобилей Корейского Производства Так Сейчас Мы Замерим Разгон Госта На Автомобиле Крэто Двухлитровый 150 Сильно Отключаем Кондиционер Автоматический Режим Крючим Авареечку С Поворотом 14 Спутников Показывает Отличное Свободное Место Сейчас Попробуем Итак Педаль Пол 13 22 Попробуем Сейчас Ускорится С двух Педалей Возможно Будет Результат Лучше 13 22 Результат У нас Показал Так Опять Свободное Место Сейчас Попробуем Стартануть С двух Педалей Так Поехали Все равно Как-то С места Все-таки Не Очень Трогается 12 56 Ну Что Ж Второй Раз Немножко Похоже Так Два Результата Первый 13 22 Второй 13 56 Вот они Результаты Скриншот Прикреплю Потом Как бы Сказать Я даже Не знаю Могло Быть Лучше Быть Наверное Ну В принципе Неплохо В принципе Неплохо Что Все Спасибо За Внимание Хороший Был Денек Теплый Хотя Ожидались Дожди Возможно Опять К вечеру Был Потому Что Небо Синее А мы Обдаем Автомобиль Хендай Крэта С двигателем Два Литра Сто Пятьдесят Лошадиных Сил Автоматическая Коробка Передач В полном Парше В исполнении Люкс Камера Заднего Вида Забыл Упомянуть Здесь Также Есть Динамической Разметкой То есть Превращение Руля Динамическая Разметка Также Вращается Да Без Кондиционера Как-то Без Климат Контроля Как-то Не очень Хорошо Сейчас Включил Кондиционер Сразу Позду Прохладный Ветерок Температура У меня Стоит Сейчас 23 градуса В общем-то Не другое Стоит Время Прех К bild так мы прибыли спасибо всем за внимание вот такой автомобиль hyundai крата